Всем привет! Вы на канале Canada Race и это мое первое видео с голосом. Я пока не знаю, буду ли я продолжать снимать дальше видео с голосом. Очень многое зависит от реакции на это видео, поэтому если вы не против, чтобы я продолжала болтать, то обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет очень приятно. Ну, если нет, да, если это видео вам не зайдет, то я вернусь в формат шортов, буду снимать свотч и быстрые-быстрые макияжи. На самом деле в планах у меня снять расхламление своей коллекции косметики, поскольку она уже давно этого требует. Также, например, это может быть топ осенних палеток, об этом я уже тоже подумала, потому что у меня очень много осенних цветов. Коричневых, зеленых, фиолетовых и, в общем-то, других цветов, которые очень прикольно носить осенью. Также у меня ожидается большое количество новинок, потому что я закупилась на скидках брендом Клио. У меня должна прийти Криптейн Косметикс и тени-стики от Colourpop из коллекции Swinx. Ну, а сегодня я бы хотела показать первые впечатления с вот этой палеткой. Я ее уже посвотчила, но еще не пробовала на глазах. Вообще, на самом деле, я очень давно не красилась, потому что я работаю из дома, выхожу из дома редко. Я абсолютнейший домосед и выхожу раз в неделю, по выходным. Это для меня как большой праздник. И часто, когда я это делаю, у меня не хватает времени на что-то интересное, и это просто какой-нибудь банальный нюдик. И я очень хочу оторваться и сделать первый макияж с этой палеткой. Внутри она выглядит вот таким вот образом. И я уверена, что если она мне понравится по качеству, то в топ осенних палеток она у меня точно войдет. Сразу скажу, я категорически не визажист, я абсолютный любитель. И даже для любителя, мне кажется, я крашусь так себе, средненько. Но, тем не менее, я очень люблю косметику. И у меня палеток, наверное, штук под 100 уже. Давайте приступать. Я возьму вот такую вот базу от Smashbox. Она у меня достаточно старая. Но поскольку она расходуется какими-то микроскопическими дозами, она все еще в работе. Кстати, как вы, возможно, заметили, у меня сейчас нет макияжа на лице. Этот прием я почерпнула, когда начала работать с пигментами рассыпчатыми, типа там метанука. Потому что там все сыпется на лицо. И с тех пор я практически всегда крашу сначала глаза, потом уже все остальное лицо. Не скажу, что я мастер сочетания цветов. Больше того, по мере продвижения по макияжу, я буду рассказывать, почему я делаю так, а не иначе. Например, я знаю, что для моего типа глаз лучше всего, например, делать какое-то затемнение в уголке. Делать его достаточно размашисто. Но мне это на себе не очень нравится. Поэтому мой макияж вряд ли соответствует каким-то классическим советам и представлениям макияжу для нависших век. Честно говоря, я не пользуюсь этими советами. Потому что, например, мне больше всего нравится, когда у меня все подвижное веко заполнено блестяшкой. Таким образом, мне кажется, просто его самого становится больше. Именно подвижного века, да, именно блеска. Ну а сейчас давайте начнем вот с этого оттенка. Немножко приблизилась к вам. Кстати, в палетке есть зеркало и, как мне кажется, достаточно хорошее. Ну, с пигментацией все в порядке. Другой вопрос, как я буду это потом растушевывать. Потому что светлых тушевочных здесь, в принципе, и нет. То есть я и так взяла самый, что ни на есть, средний цвет. И по всей вероятности, тушевать его придется пудрой. Вот не знаю, почему, всегда рисую себе круглую форму. На нижнее веко хочу взять вот этот коричневый. Честно говоря, я сейчас только учусь красить в камеру нижнее веко, потому что обычно я его оттягиваю, и это выглядит совершенно не так. Давайте попробуем соединить в макияже две сияшки. Вот это пойдет ближе ко внутреннему уголку, а вот это ближе к внешнему. Пока кажется, что набирается на кисть неплохо. Вау, вау, вау. А блестит абсолютно нереально. И это видно даже на мой несчастный телефон. На вторую сторону кисточки я набрала вторую сияшку. Ну, конечно, по текстуре они совершенно разные. Первая сияшка была такой конкретный спаркл. Это как будто бы ближе к металлику дуахрому. И вот то, о чем я говорила. Я часто соединяю в макияже две сияшки, но почти никогда вот здесь не делаю затемнение. У меня обычно там просто какая-то более темная сияшка. Но иногда могу сделать что-то вроде вот какого приема. Сейчас возьмем самый темный цвет и немножечко проведем по краю ресничной линии. Я никогда не наношу карандаш в верхнюю ресничную линию, потому что я ношу линзы, и, честно говоря, найти подходящий карандаш это та еще проблема. Поэтому уж лучше у меня не будет прокрашенных ресниц, скажем так, тенями или карандашом. Но, кстати, вот на нижнее веко я карандаш наношу, и тьфу-тьфу, все с ним в порядке. Но почему-то, сколько бы я не пробовала наносить его на верхнее веко, мне категорически некомфортно это потом носить. Поэтому мой максимум это сделать что-то вот такое тенями. Ну, в общем-то, я сейчас закончу макияж за кадром, и мы посмотрим, что получилось. А вот и готовый макияж. Попробую вам показать его чуть-чуть поближе. Немножечко добавлю света. Напомню, что сегодня мы пробовали с вами палетку Друид от Фэнтези Косметика. Какие дополнительные продукты я использовала в макияже? Помада у меня от Clinique. Тут очень маленькая наклеечка, приходится приглядываться. Серия Dramatically Different Lipstick, оттенок Bamboo Pink. Довольно старенькие румяшки от Beauty Bomb. Еще более старый хайлайтер от Influence в оттенке Secret Society. И на нижней слизистой у меня карандашик от Beauty Bomb из коллекции Hooligans. Что пока могу сказать по теням? Матовые классные. Прям вот классные. Сразу скажу, что у меня огромная коллекция инди-брендов, самых разных. И далеко не во всех из них такие классные матовые. Мне показалось, что эти матовые даже получше будут, чем у Энсли Рейн. И даже получше, чем у What's Up Beauty. Хотя очень многие считают матовые What's Up Beauty достаточно классными. На самом деле я тоже считаю их классными, но у них разная текстура. Вот сразу скажу, What's Up Beauty как будто чуть более шелковистые и ложатся тоньше. Эти имеют достаточно хороший плотный пигмент и ложатся вот плотнее. По-другому не скажешь. А What's Up Beauty чуть-чуть более акварельный, как будто бы. Но, кстати, у меня есть палетка Jodes. Поэтому, если вдруг хотите, пишите в комментариях. На нее тоже сделаю вот такой вот макияж. Ну, в другом немножечко формате. Мне палетка очень понравилась. Да, я еще не сказала про сияшки. Пардон, муа. Сияшки классные. Самое классное в них то, что они набираются кистью. Это просто вау. Потому что в многих современных палетках сияшки уже не набираются кистью. И это нужно делать пальцем. А здесь ты просто берешь кисточку и просто работаешь. Это же прекрасно. Особенно прекрасно то, что они не требуют никакой липкой базы под собой. То есть у меня была обычная база Smashbox. К этому моменту достаточно уже просохшая. Ну, ты просто берешь кисть сияшками и намазываешь. Ну, это ли несчастье. И при том они смотрятся очень классно. Да, возможно, это не там холохромы и не мультихромы. Хотя, вы знаете, насчет первого оттенка я бы сказала, что вполне себе мультихром. Потому что под отдельными видами света, скажем так, он прекрасно сияет. Даже и в сиреневый такой, в лиловый. Там очень много разных цветов. Просто это лучше всего видно в электрическом освещении. Поэтому, если вы придете в офис с такой сияшкой, мне кажется, просто все комплименты будут ваши. Поэтому, опять-таки, учитывая, что я попробовала темный цвет, темно-зеленый. Да, может быть, на не очень большой площади. Но, тем не менее, я его попробовала и мне понравился. С темными цветами у меня проблема почти всегда. Я поэтому очень мало их использую. Но если даже темный такой классный, то я могу смело назвать эту палетку шедевром. А на сегодня это все. Буду рада любым активностям с вашей стороны. Лайки, комментарии. Надеюсь, вам было интересно. Пока.